Меня больше пугает, что вот этот комментарий пишут женщины. До такой степени наш казахский менталитет нас социум научил их быть жертвами, что они себя ставят по ждицу жертв. Это называется позиция жертвы. Раньше было лучше. Что было лучше? Мужики изменяли, били своих жёл, не работали. И женщина всё это прощала и принимала, потому что разводиться было позором. Даже их родные, они их не приняли бы на порог дома, бы не пустили, если бы женщина в то время развелась и пришла бы обратно. Держались за брак, где два родителя несчастные, и ребёнок видит, как он бьёт свою мать, как он бьёт свою мать, как ненавидит её, как постоянно обсирает. Это было нормально? И это вы называете нормальным? Вообще круто! Вот такая вот жизнь была у женщин. Вы знаете, почему сейчас есть плохие свекрови, которые ревнуют своих сыновей? Потому что они не получили любви от своих мужиков, потому что мужчина недолюбил свою женщину. Поэтому они всю любовь вложили от своего сына и ждут от него, что он тоже будет всю любовь отдавать ей. И когда он начинает находить себе другую женщину, себе пару, они начинают ревновать, психовать. Привет! Знаете, я так скажу, раньше среди женщин потребительницы тоже хватало. И вот кто-то говорит, что вот раньше женщины всё успевали, мне тоже нравится эта тема, всё делали, всё могли, короче, вот всё было хорошо, а сейчас вот бабы такие-сяки. Вы посмотрите просто, как раньше выглядело большинство женщин в Советском Союзе. Это такие вот страшные бабёнки с платком на голове. Серьёзно. Они в 30-40 лет выглядели, ну, как вот, как в 60-70. Сейчас женщины. Сейчас женщины в 30-40, если она действительно за собой ухаживает, она выглядит неплохо. Она выглядит красиво, она подтянутая, она там в спортзал пошла, жопку накачала. То есть сейчас некоторые женщины, в принципе, даже вот в 40 лет выглядят лучше, чем 20-летние. Ну, поняли, короче. Поэтому очень сложный момент. Не надо сравнивать, что раньше было. Раньше и в поле рожали, и в этом поле, в общем-то, помирали вместе с этими детьми. Умирали от дизентерии всяких и прочее-прочее, да. Элементарно у людей пенициллина-то не было. А сейчас другое время. То есть сами прекрасно знаете, даже болезни некоторые лечатся, которые раньше не лечились. Так что сравнивать, что раньше было, что сейчас было бесполезно. Вы живете здесь и сейчас, поэтому ориентируйтесь исключительно на это.